Сегодня ночью православные христиане встречают Рождество Христово, как будут отмечать праздник во время пандемии, а также вся информация о перекрытиях и бесплатных автобусах через одну минуту. В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании продавца цветочного магазина. Крови исследователи вычислили мужчину по генетическому профилю. Об этом и не только расскажем в рубрике «События дня». Жители дома на Ирыгинской набережной 25 боятся, что их жилище вот-вот разрушится. На стенах пошли трещины, вздыбилась плитка. По словам людей, в управляющей компании помогать жильцам не спешат. Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по хоккею со счетом 4-1. Всем привет! Я Дмитрий Ишкузин. Сегодня в Красноярске готовятся к одному из главных христианских праздников. Это Рождество Христово. В нашем городе главное богослужение пройдет в храме Рождества Христово на улице Щерса. О том, как в этом году в пандемии в нашем городе пройдет Рождество, смотрите прямо сейчас. Этой ночью торжественные богослужения пройдут по всему городу. Однако главной службой можно назвать богослужение в храме Рождества Христово. Его проведет митрополит Красноярский и Ачинский Пантелейман. В этом году из-за пандемии в епархии просят пожилых людей, входящих в группу Рождества, не посещать богослужение, а смотреть трансляцию в интернете на сайте епархии. Она начнется в 22.30. Те, кто все-таки придет, просят соблюдать необходимые правила. Мы рекомендуем те, кто все-таки придет на богослужение, приходить обязательно в масках, соблюдать социальную дистанцию. В храмах будут антисептики для обработки рук, все эти меры соблюдать. И самое главное, хотелось бы те, у кого есть по болезни какие-то ограничения, и те, у кого, кто старше 65 лет, все-таки постараться остаться дома. В ночь с 6 на 7 января движение ограничат сразу на нескольких улицах на левом и правом берегах Красноярска. Это связано с проведением богослужений. Поэтому с 9 вечера 6 января до 7 утра следующего дня полностью будет запрещен проезд на пяти участках по Добролюбово, Гастелло, Менделеево, Пролетарское, Боткино. Кроме того, накануне временно запретят остановку и стоянку транспорта на улицах Менделеево и Добролюбово от Чорса до дома номер 17 на улице Гастелло. После рождественских служб красноярцы смогут уехать домой на бесплатных автобусах, об этом сообщили в мэрии. Четыре маршрута запустят от храма Рождества Христова и еще один от Свято-Успенского мужского монастыря. Первый маршрут поедет от храма Рождества Христова через улицу Мичурина до улицы 60 лет Октября. Второй маршрут поедет также от храма Рождества Христова, но поедет уже через предмостную площадь. Третий поедет от храма в микрорайон Солнечный через Октябрьский мост с заездом на Молоково, 9 мая, Металлургов и Истинскую. Четвертый будет двигаться от храма Рождества Христова в северо-западный район. Пятый маршрут идет от Свято-Успенского мужского монастыря, который находится в микрорайоне Удачный и будет двигаться по проспекту Свободный до улицы 60 лет Октября. Отправляться автобусы будут по мере завершения службы. Ориентировочно в 2.45 ночи проезд будет бесплатным. Еще одна хорошая новость. 7 января в 7 часов вечера в центре Красноярска запланирован праздничный салют. Об этом рассказали в Красноярской епархии. Точное место, где будут запускать фейерверки, не раскрывают. Однако, как пишут пользователи в соцсетях, салют запустят на театральной площади. Традиционно фейерверк на Рождество устраивают с 2015 года на средства православного мецената. Дмитрий Шкузин, Александр Кальтер, Новости ТВК. Всем привет! Я Дмитрий Афанасьев. Сегодня мы решили спросить у красноярцев, как они будут праздновать Рождество и поедут ли в храм этой ночью. Вот как они нам отвечали. Будете ли праздновать Рождество в этом году и поедете в храм или нет? Нет, обычно не празднуем. Нет такой традиции у нас. Буду праздновать дома. Кто знает, как говорят сейчас, такое заболевание, там народу очень много будет. Ну, в общем, я буду дома. Как вы будете праздновать Рождество? Рождество? Как обычно, дома, за столом, с тортом, с чаем. А в храм не поедете ночью? В храм? Нет. Просто дома. У нас такая семейная традиция. Празднуем дома. Как будете праздновать Рождество в этом году? И поедете в храм или нет? Мы сейчас были в храме. Причащались, говели с ребенком. И ему как бы можно утром, завтра на божественную литургию. Там все соблюдено, руки обрабатываются, все в маске. Ну как же? Это христианский праздник. Обязательно будем. В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании продавца цветочного магазина. Краевые следователи вычислили мужчину по генетическому профилю. Нападение на женщину случилось в Ленинском районе Красноярска в ночь на 4 января. В следственном комитете рассказали, что задержанным оказался 33-летний житель Ирбейского района. Ранее он был неоднократно судим за похожие преступления. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается. В Красноярске иномарка подрезала машину скорой помощи и та влетела в забор. Все произошло рано утром на перекрестке Маркса Сурикова. На записи с камер видеонаблюдения видно, как «Шевроле» пытается повернуть с дороги и таранить медиков. От удара скорая влетает в ограждение. В соцсетях отметили, что на этом участке дороги водители часто поворачивают с третьего ряда, а не как положено с четвертого. Через несколько минут после ДТП «Шевроле» уезжает с места аварии. В пресс-службе ГИБДД новостям ТВК рассказали, что водителя уже нашли. Пресс-секретаря театра Пушкина вызвали в суд из-за отсутствия маски на автобусной остановке. Инцидент произошел еще 26 ноября. По словам Марии Сикоры, не успела она подойти к остановке, как двое полицейских начали ее фотографировать. В это время она разговаривала по телефону и не успела надеть средства защиты. Сразу после правоохранителей попросили пройти Красноярку в участок, где составили на нее протокол. При этом, как утверждает пресс-секретарь театра Пушкина, у самих полицейских маска закрывала лишь рот, а вот нос был открытым. Да и протокол, по словам Марии, они составили неправильно. Сотрудник полиции сам в маске со спущенным носом как бы со мной общался. И, в принципе, он также продолжил и в участке со мной также общаться, заражать меня. Если я стояла и вокруг меня никого не было, то именно в полицейском участке мы в маленькой комнатке были, находились очень близко. И он как бы со спущенной маской со мной общался. Я попросила сфотографировать вот эти документы, которые полиция с моих слов заполняла. Но на что мне тоже сотрудники начали так как бы угрожать, что вы тут будете сидеть три часа, если мы будем все заполнять полностью. Мол, типа, распишитесь, вот мы вам прочитали, как все было, вот расписывайтесь и вот как бы можете идти. Красноярка отделалась лишь предупреждением, без штрафа. Правда, по словам Марии, разбирательство проходило не в ее присутствии. Полицейские попросили написать девушку заявление о том, что дело могут рассмотреть без нее. Все из-за того, что ранее она не привлекалась никакой ответственности и проблем с судом не должно было возникнуть. А сейчас к актуальной статистике по коронавирусу. За последние сутки в Красноярском крае вылечились 400 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб. В целом же за сутки заразились 320 человек, умерли 15. По стране ситуация следующая. За последние сутки заразились более 24 тысяч жителей России. 23 тысячи пациентов вылечились. Скончались 455 человек. Жители Ерыгинской набережной 25 переживают за свой дом. В последнее время они стали замечать, что стены пошли трещинами, обваливается плитка, вот как здесь, а на голову жильцам сыплется, как осенние листва, штукатурка, ну вот как здесь. Конечно, все можно было списать на некачественную работу отделочников. Дом относительно новый, ему вот-вот исполнится 5 лет. Но жители переживают, что дело может быть гораздо хуже. Они считают, что дом нужно срочно обследовать. Трещины здесь идут почти по всем стенам. На нескольких этажах плитка вздыбилась, и ее пока просто отложили в сторонку. А в подземном паркинге на днях обвалился навесной потолок. Совпадение? Екатерина так не думает. У нее здесь двухкомнатная квартира. Женщина уверена, что трещин становится все больше, как бы дом не рухнул. Ни с того, ни с сего дом. Ну вот резко, когда кафель вздыбился, резко появились. Никто ничего не замечал, а щели-то появились. И щели сами видели, они от потолка в пол длинные. Екатерина и другие жильцы настаивают на оценке состояния здания не на глазок, а с помощью специальных маячков для начала. Комиссия из управляющей компании здесь была недавно, но пока заключения нет. Пришли, посмотрели и ушли. А еще в этом доме проблемы с отоплением. Возможно, и они как-то связаны с трещинами, считают жильцы. А вот такая красота здесь на третьем этаже. Трубы из стояк здесь протекли, вода вот так бежит, бежит. И как раз вот здесь возле пола образуют вот такие ледяные глыбы. Вот здесь налет, здесь. Что вы думаете, сделали здесь сотрудники управляющей компании? Нет, не починили, трубы до сих пор холодные. Они принесли сюда вот эту соль. Ни за что не поверите, для чего. Судя по всему, чтобы вот как Бианордом улицы посыпают, так и здесь вот посыпать, чтобы растаяло, чтобы хотя бы вот такого позора не было. В управляющей компании сегодня никого, двери заперты. Примечательно, что дому этому вот-вот исполнится пять лет, а значит, исчезнет гарантия от строителей. Все недоделки, трещины и другие изъяны жители будут устранять за свой счет. Высотку эту строила группа компаний «Красстрой». О качестве их домов в пору слагать сказки страшилки. Нареканий немало и в Белых Росах, и в микрорайоне «Орбита». Это их высотки мэр называл «человейниками». За такую работу «Красстрою» прилетело даже от председателя правительства края. А как насчет того, что за вами целый шлейф тянется, микрорайонов построены, где вы говорите, у вас все решено с инженеркой, все решено. И тем не менее город имеет колоссальные проблемы практически по всем микрорайонам с водоснабжением, с водоотведением, с теплоснабжением, с электроснабжением и со всем остальным. А ваши замечательные компании, которые вы создаете по одной на каждый строящийся дом, вы потом благоволучно банкротите, не выполняя гарантийных обязательств. И все это ложится на плечи муниципального бюджета. Но несмотря на всю критику, «Красстрой» чувствует себя едва ли не лучше всех остальных строителей края. Который год группа компаний на первом месте в городе по вводу жилья. Фирма предлагает студии, малогабаритные однокомнатные квартиры, которые пользуются огромным спросом из-за низкой цены. На низкое качество отделки и материалов люди обращают внимание уже потом. Екатерина теперь намерена обращаться в стройнадзор. Может хоть надзорный орган заставит привести ее дом в порядок. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК. В России появится фонд помощи больным детям на средства от повышения подоходного налога. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по социальным вопросам. По его словам, фонд направит весь годовой доход от повышения ставки НДФЛ. Это 60 миллиардов рублей. Также вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Минздрав составил список из 30 заболеваний, при которых будет помогать фонд. Как именно, детям будут доставлять лекарства, а также все необходимые медицинские изделия. Сборная России проиграла команде Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею со счетом 4-1. Матч за третье место прошел 6 января в канадском Эдмонде. В составе российской команды голым отметился Илья Сафонов. Поражение в матче со сборной Финляндии стало для команды Игоря Ларионова третьим на турнире. На игру также отреагировала генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки. Она назвала ее настоящим мучением, а также призвала молодых хоккеистов не расстраиваться. Отмечу в общей сложности, на чемпионате российская команда одержала 4 победы. Она выиграла у сборной Швеции, США, Австрии и Германии. Красноярцы могут придумать название для новой детской площадки на восточном входе столбов. Об этом сообщили в администрации национального парка. Свои варианты горожане могут присылать до 10 января 2021 года на электронную почту столбов, ее вы видите сейчас на экране, или в сообщении на Viber или WhatsApp по номеру 282-48-19 с пометкой «Конкурс». Открытое голосование, на котором выберут победителя, пройдет в официальной группе нацпарка с 11 по 24 января.